Солнечная система На данный момент точно известно наличие озер на поверхности Титана, правда состоящих из метана, и подповерхностных океанов из воды у еще трех тел Европы, Ганимеда и Калиста. А также возможно наличие водоемов у некоторых других тел Солнечной системы, что является манящим фактором. И понятное дело, вода это одно из ключевых условий для наличия какой-либо жизни. А что можно сказать о водных мирах далеких планет? Как они формируются? Могут ли они быть обитаемы? И если да, то какие эти существа? Дружелюбные или как мы? Давайте постараемся разобраться в этом вопросе. В последние годы было открыто множество экстрасолнечных планет, горячих Юпитеров, вращающихся на близкой орбите к своей звезде. Где в соответствии с современными представлениями об образовании и эволюции планетных систем, они просто не могли сформироваться. Было сделано предположение, что планеты могут уже после своего формирования мигрировать на более близкие к своей звезде орбиты, в том числе и в обитаемую зону. Если в процессе формирования планетной системы, формирующейся на большом удалении от своей звезды протопланета, достигает массы приблизительно в 10 земных масс, то она становится достаточно массивной, чтобы притягивать к себе водород и гелий и превращается в конце концов в газового гиганта. Планета, чуть меньше массы, оказывается состоящей преимущественно из льда и камней. Со временем орбита планеты может измениться и оказаться достаточно близкой к своей звезде, для того, чтобы внешняя ледяная кора планеты расплавилась и оказалась полностью покрытой океаном жидкой воды, глубиной до 140 километров. Давление на дне такого океана составит от 10 до 20 тысяч атмосфер. Достаточно, чтобы превратить подлодку в винтажную консерву. И достаточным для формирования полиморфных модификаций льда, которые тяжелее жидкой воды и при таком давлении никогда не будут таять. С формированием нам уже кое-что известно. А что можно сказать о обитании планет океанов? Было бы чудесно. Но для начала такой водный мир должен соответствовать хотя бы трем критериям. Во-первых, разумеется, необходимо достаточно высокое содержание углекислого газа в атмосфере. Во-вторых, экзопланета должна вращаться вокруг своей оси как минимум в три раза быстрее Земли. В-третьих, планета должна находиться на подходящем расстоянии от своего Солнца. Лучшим представителем на сегодня является планета Глизе 1214b. Экзопланета у звезды JJ 1214 в созвездии Змееносца, которая расположилась на расстоянии примерно в 40 световых лет от нас. Планета находится достаточно близко к материнской звезде. Масса планеты составляет примерно 6,55 масс Земли. В то же время диаметр планеты превышает земной более чем в 2,5 раза. По массе и радиусу планеты предполагалось на 75% из воды и на 25% из каменистых материалов и железа. А атмосфера планеты содержит водород и гелий и составляет 0,05% массы планеты. Впрочем, бороздить океаны долго не придется, поскольку это будет самая короткая кругосветка за всю историю. Ведь температура планеты варьируется в пределах от 280 градусов Цельсия до 120 градусов. Кроме того, есть основания полагать, что атмосфера планеты состоит из густого водяного пара с небольшой премесью гелия и водорода. А учитывая высокую температуру на поверхности планеты, считается, что вода находится в таких экзотических состояниях, как горячий лед и супер жидкая вода, которые не встречаются на Земле. Да, конечно, водные планеты существуют. И последние открытия говорят о том, что их немало. Вопрос в другом. Насколько вероятно, что они обитаемы? С одной стороны, это те же океаны, как и на Земле. А с другой, что на этих планетах будет господствовать мощнейший парниковый эффект, в принципе, не позволяющий известной нам жизни существовать в их водах. Но нужно понимать, что каждая планета-океан – это отдельный случай. Ведь климат таких водных миров будет зависеть от двух отличительных свойств воды. То, что она хорошо отражает тепло и свет в замороженном состоянии, а также удерживает тепло в парообразном состоянии. Соответственно, чем больше льда и пара появляется на планете, тем сильнее она будет отражать или удерживать в себе тепло. Благодаря чему количество льда и пара будет увеличиваться само по себе с еще большей скоростью. Однажды был проведен эксперимент при помощи компьютерной модели аналога Солнечной системы, в котором вокруг звезды вращалась планета, похожая по своим свойствам на энцелад и Европу, но с размером в Землю. Далее постепенно повышали яркость светила, имитируя то, что происходило с Солнцем в последние 3-4 миллиарда лет, за которые его яркость выросла на 30%. Эти расчеты привели к относительно неожиданным результатам. Оказалось, что водные миры могут существовать лишь в двух формах. В формате полностью замороженного шара из льда и в виде гигантского парника, в котором вся вода превратилась в пар. А это условие весьма скудный. Аналоги земных океанов на таких мирах фактически никогда не возникает, так как процесс превращения планеты и снежка в паровой котел занимает мгновение по геологическим меркам. То есть это возможно, но вероятность небольшая. Для запуска этой трансформации, как оказалось, нужно неожиданно много энергии. Примерно в 1,7 раза больше, чем сегодня получает наша планета от Солнца. Тогда возникает вопрос, как Земля, учитывая ее большие запасы углекислоты и воды, избежала подобной участи? Уникальная судьба нашей планеты объясняется тем, что ее поверхность покрыта не только водой, но и участками суши. Взаимодействие между молекулами СО2, воды и силикатными горными породами удаляло излишки парниковых газов из атмосферы и возвращало их назад вместе с извержениями вулканов и другими видами геологической активности, мешая тем самым превращению Земли в парник и помогая ей разморозиться при превращении в ледяной шар. Все это ставит под сомнение обитаемость многих водных миров, открытых в последние годы, таких как Кеплер-22b, Кеплер-62e и Кеплер-62f. Эти планеты, считавшие мирами-океанами, могут на самом деле быть или парниками, или планетами изо льда, абсолютно не приспособленными для поддержания жизни. И понятное дело, в таких условиях никакая косатка не выживет. Но речь не обязательно о них. Да, такая поверхность может быть покрыта атмосферой с преобладанием водяного пара. Продвигаясь глубже к центру планеты, можно ожидать, что вода трансформируется в прессованные льды до того, как мы достигнем ядра планеты. И среди всей этой толщи воды вполне могут обитать организмы. К примеру, особые группы, так называемых метаногенов, которые растут в отсутствии кислорода, а в качестве источника энергии, то есть пищи, используют водород, образуя газ метан. Для них температура в 120 градусов по Цельсию не помеха, а напротив, среда для горячего размножения. Да и вообще, кто знает, какие формы жизни породила Вселенная в этих уголках злого космоса. В любом случае, говорит, наверняка еще рано. Осталось только добраться до них и убедиться в этом лично. А что вы ожидаете от планет океанов? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok